Шмак обязательно, шак-шак. Очень люблю габудию, так что советую попробовать. Национальной кухней Казань действительно может удивить, ведь кто хорошо болеет, тот хорошо ест. Болельщики и туристы уже готовят свой список специальных рекомендаций для поездки в Россию. Советуют посмотреть местные достопримечательности, а иностранные газеты пишут о теплой одежде. Ведь следом погода в России может быть разной, 40-градусная жара и всего плюс 10 градусов. Так аргентинские журналисты советуют в России обязательно попробовать борщ, икру, блины, выпить квас. Водку безо льда и не закусывая. У нас помимо водки, матрешек и самоваров, много всего, что можно увидеть, попробовать. У нас тепло, в принципе, у нас люди радушные. Аргентинские и чилийские болельщики самые яркие и шумные. В этом мы убедились во время Кубка Конфедерации. Согревать теплом казанцы в этом году будут и эмоциональных бразильцев, и чуть спокойных колумбийцев, и практичных фанатов из Германии, и не только. Гиды учат английский, китайский, арабский, немецкий, испанский. 1 июня выпустится группа из 20 человек, говорящих на персидском. Они будут сопровождать почти 3000 болельщиков из Ирана. Мы сегодня говорим уже о туристической отрасли города, как о сформированной бизнес-отрасли, но планка еще далеко не взята. Мы входим только еще в топ городов, которые говорят о себе как туристический город. Город готовится встретить трехмиллионного туриста. Поток иностранцев вырастет на 20%. Гостиницы в исторической части города забронированы на 90%. В резерве соседние города. Рассматриваются города, которые находятся в радиусе 100-150 километров. Мы в любом случае, как центр бронирования и размещения болельщиков в эти гостиницы будем иметь в виду, но пока такой необходимости нет. 7 фестивалей и 30 концертов. 17 и 18 июня – гастрономический фестиваль перед чашей. Учитывая, что здесь в этом году будет парк болельщиков FIFA, ожидают тысячи гостей. Анна Граднов, Льшат Мухаммедов, Марат Сидгараев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова